Всем привет, меня зовут Арина. Мне так нравится осень. Я начинала телефон. Все, она влилась в доверие. Осталось принять это и прикрепить сюда. Как я его учу. За двенадцать. А, господи. В этот момент жизни вы можете поменять всю свою жизнь наоборот, сменить свою судьбу. Мне надоели скучные будние дни. Почему он, а не я? Надо разбирать свою косметику. Конечно, мои губы. Это треф. Пойду есть. У нас произошло пополнение. Нам дали вот эти штучки и сказали, если мы их вырежем, то нужно прийти за подарком. Всем доброе утро. Я, короче, сейчас уснула, когда включила пару дистанционную. Сплю, сплю, сплю. Просыпаюсь, когда уже начинают отмечать другую группу. Я думаю, блин, наша была, нет. И там как раз моя подружка говорит, ой, извините, а вы меня отметили? Она такая, да. Все, она влилась в доверие. А я говорю, ой, простите, а меня было слышно? Вы меня отметили? Она такая, нет. Говорю, ну, отметьте, пожалуйста, я правда всю пару дистанционную была. Она такая, и все. Я спать хочу. Вчера в 4 часа ночи я решила бахнуть пиццей. Ну, я ее вообще не очень хорошо готовлю. Мне почему-то многие спрашивали рецепт. Наверное, вкусно выглядит. Это все из-за сыра сверху. Так вот, тесто, мука, вода. Все. Ну, получилось на самом деле очень вкусно. Можно еще что-то добавить, но это если вы хотите пышную. Наверное. Я ей оставлю лайк. Я очень хотела есть. Но ела. Теперь болит живот утра. Может быть, кто-то спросит, что же за тон я наношу на свое лицо. Я наношу только консилер. И не потому, что у меня мало прыщей, нет у меня, типа, они есть. Особенно подкожные. А потому, что у меня просто нет тональника. Вообще, на самом деле, когда наношу тон на лицо, и потом еще это пудрой припудриваю, у меня, видимо, и подкожные прыщики еще больше выделяются. У меня сухая какая-то кожа. А же национальник мне не нравится, короче, может, я что-то в этом не понимаю, но меня пока устраивает все как есть. Я в себе не такая. На французском. Аллах, Акбар. Я сейчас еду в универ и хочу выучить английский. За одну поездку в метро у меня все это не получится, потому что мне он очень сложно дается, как я его учу. Я пишу слова на русском, чтобы все это понять, полноценно понять, и как-то все это связать и выучить. Вот этот текст я могу выучить за целый день. Только за целый день. Я только что узнала, что одну из наших групп закрыли на карантин. Почему он, а не я? На самом деле, мне так нравится осень, мне так нравится слякоть. Но когда я сижу дома... Дай посмотрю. Блин, реально, это улица? Смело направляемся на английский язык. Я не знаю, что будет. Интересно, спросит нас пересказ какой-то или нет. Никто не учил, слава богу. Ну, по крайней мере, нам так сказали. Пока я не пришла англичанка, мы тут рассматриваем кабинеты. Такие вот, хочется туда зайти. Может, зайдем? Угу, зайдем. Не зайдем, ну ладно. В общем, что хочу сказать. Мы подождали ее 15 минут. Ее не было ни на каком этаже. И мы решили уйти все. Ева покупает вот эти вот очень-очень вкусные. Бибетки. А чем они вкусные? Тем, что они очень жесткие. Ой, смотри, какие вишневые есть. О, Арина. Это вишня какая-то сухая. Вкусные, не вкусные. Нет. Тебе вечера, смотри, какой это. Фу, он тут, я тут сговорю. Немножко что-нибудь было ближе. Как бы я ненавидела Бибета, но их мармеладные бомбы, это самое лучшее, что я пробовала. Это реально остальной? Остальной. Бабы, наверное. Остальной? А, да, реально бабы. Остальной мармелад, ну, я сделала из говна. Иду в магазин. Я сейчас хочу сделать нигири, но у меня нет японского майонеза. А японский майонез не продается, ну, по крайней мере, я его не видела здесь. Что нужно сделать, чтобы сделать японский майонез? Нужно мисо. Или мисо какая-то. Какой-то раствор я позже скажу точно. Я надеюсь, что он у меня будет. Как ожидалось, нет никакого мисо-соуса. В принципе, практически ничего нет. Вот только. Купила, наконец-то, хлеб. Вчера заказала два хлеба. Ни один из них мне не привезли. Поменяли мне рис. Я заказала рис в пакетиках. А мне уже второй раз привозят рис в упаковке. Мне все это взбесило. Обожаю такой хлеб с этими... Ну, с орешками, не знаю. Яйца, которые постоянно у меня пропадают. Вот реально выкидываю целые пачки. Сыр, нори, терияки. Может, я вот думаю, с этим сделать нигири. Потом маслины для салата. И всякие никому не нужные штуки, которые постоянно где-то лежат. Я их покупаю и не пользуюсь. Хочу вам показать, что есть еще в моем запасе замороженных фруктов. Ягод. Ягода? Виноград. Вишня. Боже, как же это вкусно. Все-все, ананасы нужно заморозить, но это не обсуждается. Потом есть луква, черника и... А, да, черника. Она мне вообще не нравится. Но вишня, как вы видите, в моем креативе. Она просто пищная, она вкусная. Ну, правда. Она еще такая сладкая. Только сейчас, в 9 часов вечера, я начну делать омеги. Выговорить рис. Вот. Надеюсь, я опять не сварю целую кастрюлю, потому что в прошлый раз, если я сварила реально целую кастрюлю до краев. Потом просто выкинула от риса, потому что он переварился у меня вообще. Потом что мне еще нужно? Нори. Стурнец, майонез. В принципе, и все. Ой. Готово. Я наконец-то узнала, что рис нужно варить 20 минут. Да, я узнала об этом. Пробую сделать начинку. Так, я приложила ее. Кстати, если вы собираетесь что-то делать, то обязательно берите тунец не в томатном соусе, потому что, ну, там почти весь тунец в томатном соусе, а я еле-еле нашла ее не в томатном. Вот оно то, что мне надо. Мне нужно это, но Ксюша мне принесла еще это. У меня есть рис. Тут нет. Нори. Есть штучки специальные. Давайте маленькую пробую сделать. И еще рис. Опа. Опа. Отстань. Я не верю. Вы готовы увидеть конечный? Ой, не конечный вариант. У меня получилось сделать треугольники. Просто посмотрите на эти права. Идеально. Осталось полететь это и прикрепить сюда. Опа. А, еще что? Вы видели, что у меня получилось. Может, на битр это не так уж похоже на анигири. Не, ну, в принципе, похоже. Но по вкусу это практически те же самые анигири, что и с вкуслива. Поэтому всем приятного вечера и хорошего аппетита. Мы сделали только одну задачу. И то по одному действию какому-то может и выйти неправильно. Практически каждый день я пытаюсь заниматься гимнастикой. Вот такую вот первую часть. Или вторую выполняю. Можете вообще, в принципе, набрать любую гимнастику. Но меня устраивает это, потому что она всего лишь 11 минут. Например, в день, вторник, среда, четверг мы выполняем первую часть. Пятница, суббота, воскресенье мы выполняем вторую часть. И как показывают в комментарии под видео, за месяц уже должен был произойти какой-то прогресс. Поэтому я очень хочу себе ровную спину. Я сейчас буду заниматься гимнастикой. У меня нет коврика, поэтому... Ну, 11-минутные салфеточки, подбородки я ставлю, чтобы там грязный пол не теряться. Нормально, нормально. Доброе утро, блин. Хотя никакое не доброе утро. Я проснулась в полтретьего. Хотя я до этого вставала. На первую пару к 9 утра. И мне прямо сейчас все выбешивает, потому что... Я просто... Минус день, мне еще и голова грязная. Я даже не хочу ничего показать. Пойду есть. А еще хочу сказать... Еще хочу сказать, что когда ты просыпаешься так поздно, в какое-то время, например, в 3 часа, день превращается в какую-то рутину. Если ты всю неделю будешь просыпаться, это намного хуже, когда ты там каждый день идешь на учебу 9 утра. Потому что день летит мимо тебя. И я прям не могу. Я прям ненавижу себя. Я говно этого мира. И я восхищаюсь собой, как говном этого мира. Ненавижу себя за это и за то, что я люблю не спать. Да, очень-очень. Я вообще не люблю спать. Я не люблю спать, но я не люблю. Короче, если бы мне дали возможность... Либо я не спала никогда в жизни. Ну, вы поняли. Либо я жила обычной жизнью, как сейчас. Я бы выбрала не спать никогда. Потому что настолько времени нового появляется, это просто биз... Вторая вещь — это уборка. Особенно, когда у меня там есть время на нее. Это вообще... Это просто я могу уйти, провалиться и потом кайфовать от чистоты, которая у меня дома. Я сейчас закупалась, у меня на лице какие-то странные штуки появились. Типа, это не прощение. Вот это прощение. Это не прощение. Меня это очень сильно напрягает. Сейчас ко мне приедет Ксюша. Она приведет покупочки шейн, распаковку какую-то. Но суть не в этом. Я хочу либо заказать еду, либо сделать ее. В инстаграме я создала опрос. Сейчас пройдет немножко времени. И посмотрим, придется мне чем-то заниматься. Или просто потратить деньги. Все. Все. В общем, Ксюша ко мне приехала слишком поздно. Я не успела ничего заказать в нормальных магазинах. Поэтому мы все-таки будем делать еду. Несмотря на то, что в инстаграме у меня проголосовали, что мы будем заказывать. Но многие мне написали, что они так сделали для того, чтобы я отдохнула. Ой. Я оставлю. Что я буду делать? Я буду делать салат с ананасами. Там еще, конечно, нужен перец болгарский. Помимо ананасов. Маслин, майонеза, сыра и ветчины. Но без него сегодня. О, ну! Она закрыта. Ножом. А зачем еще? Ой. Теперь все это мы заправляем майонезом. Можно, конечно, порезать на кусочки поменьше. У меня так получилось, что они какие-то большие. Но ничего страшного. Наверное, столько хватит. Вот такой вот салатик у меня получился. Мне он безумно нравится. Всем приятного вечера. Хорошего аппетита. Наверное, уже 4 дня подряд я делала только первую часть. Сейчас буду делать вторую. Она для меня как-то посложнее. Сейчас покажу, как выглядит вообще все это видео. Гимнастика называется Прискалиозе, Кифозе и Астикандрозе. Делаем. Начинаю. Показывать не буду, потому что... Ну, все, и так можно посмотреть видео вот до этого, которое я вам показала. Вот и доброе утро, все парни с сонной. Я-то сплю-то встаю, но я не об этом хотела сказать. Оказывается, ретроградный Меркурий уже прошел. Но сейчас будет еще коридор затминений. Он будет с 19 ноября по 4 декабря вроде, да. И в этот период, в этот момент жизни вы можете поменять всю свою жизнь наоборот, сменить свою судьбу. И все эти дни будет закладываться в фундамент на ближайшие 18 лет. Я понимаю, что это может быть хуйня. Я понимаю, что многие в такое не верят. И в принципе тоже можно к этому скептически отнестись. Ну, почему бы и нет? Я всегда верю только в хорошие гороскопы. Гороскопы в плохие не верю. Потому что, ну, зачем? Зачем, если вот хорошие гороскопы у меня всегда забываются? Абсолютно. Каждую ночь я открываю балкон, чтобы шел какой-то свежий воздух оттуда. Чтобы я засыпала, накрывалась одеялка. Мне было прохладненько, но под одеялком мне было тепло. Но потом, когда тебе нужно к девяти на пару, ты встаешь, тебе холодно, и ты просто идешь на носочках, чтобы поскорее одеться. Это ужас, правда. Сейчас у нас статистика, и боже, как же быстро она диктует это. Наконец-то у меня закончились пары дистанционные. Я думала, все. Думаю, как же мы быстро закончили. Ну, знаете, значительно быстрее заканчиваешь, когда ты дома. Но я не менее продуктивен. По крайней мере, так кажется. По крайней мере, у меня точно. У нас произошло пополнение. Также, помимо вишки, я люблю орео. Орео? Орео с молоком. Вот реально. Это все самое вкусное, что я люблю, и что, мне кажется, никогда мне не надоест. Приехала ко мне Ксюша. Сейчас будем есть пиццу. Я не очень люблю соус тиреяки. Это же тиреяки? Да. Ну, это скорее всего. Вот, да, но прикольно. Я сейчас ничего не хочу делать. Я, в принципе, ничего не делаю. Хотя на завтра у меня дел. Типа, у меня все практики, и ко всем нужно делать какие-то домашки. Или просто готовиться, чтобы понимать. Но я сейчас просто накрашусь как-нибудь красиво, потому что это меня, возможно, успокоит. Так, показываю, что у нас получилось. Как вам? Блин, видишь, что вообще прикольно? Ну, конечно, мои губы. Это треф. У меня тут за линию завыдено. Ну, я просто не стала переделывать, потому что помада от Maybelline Super State, это просто, она не смываемая. Ты нарисовал один раз, все, тебе это не исправить. Даже на следующее утро это не отрется. Мы сейчас сняли с Ксюши видео. Я еле-еле отмыла свою помаду с черным. У меня усы от мои покрасились. Я тут замазала тональным кремом. У меня губы настолько сухие. И нанесла помаду. Помада, кстати, Maybelline Super State, 65-й оттенок, кому интересно. А сейчас вы видите, ну или, слава богу, не видите, как мы пытались сделать сахарные соты. Мы пытались сделать их шесть раз. У нас ничего не получилось, хотели снять видео на эту тему, но, к счастью, не вышло. Время. Мне завтра к первой паре, то есть приезжаю к первой паре, но я сейчас все равно сделаю гимнастику для спины. Она всего лишь 11 минут идет, и я думаю, ничего страшного, если я постепенно 11 минут меньше. Хотя с утра, я думаю, я себе бы такого не позволила. Я спать. Доброе утро. Да, сегодня доброе утро. Ну все, не видно, нет? Чувствую себя ужасно, но лайфхак, который я придумала, реально работает. Просто кладешь себе вещи около кровати, ну это так, для ленивых, которым гладить не хочется. И потом надеваешься с утра, и ты задвинуешь... Ааа! И ты за 2 минуты собран. Но потом чистить зубы. Если вы это еще не испачкаете, то классно. Вот я и собралась за минут 15-20, у меня сиди физкультура, 5 пар, 5 пар, 5 пар. Я не торопилась, но мне уже нужно выходить. Ой, как круто! Кстати, мы приехали... Мы приехали... Точнее, я приехала за полчаса, а она приехала за час. За полтора. Ухвостанет? Убирают, не хорошо. А что из-за породы? Не знаю, но мне жалко. Бабулька в розовом. Опять одни собаки. Вот она, еще одна. А что это за такое праздник? А что за праздник? Погода, кстати, сейчас вообще нормальная, тепло. Хотя 9 градусов теплее, чем обычно. Мы опять зашли в кафетерий. Я вам не дала такую конфету на завтрак. Сейчас что-нибудь купим. Выбор невелик пока. Мне кажется, это с вчера вообще осталось. Нам никто не подходил. Мы решили ничего не покупать. Никакие вчерашние, не вчерашние пиццы. Они сейчас их нам продадут по цене обычные. А мы будем есть корки. У нас в универе проходит какой-то форум. Тут что-то сделали. Тут этого не было. Нет, дорогая, не берешь. Мила. Пошли. У нас есть новые лифты и есть старые лифты. И его хочет на этом проехать. Что, поедем? Господи, ты дура. Господи. Мы приехали. Трэш. У нас сейчас будет один из самых сложных предметов. Там есть летучка, которую очень сложно писать. Я не знаю. Мне прям интересно, что будет через полтора часа. Я нахерую телефон. Много живности. И все, что-то горят. Купили шурму из пара. Блин, она очень вкусная. Там все так свеженько. У меня свимильная герб с курицей. Вкусно? Вкусно. Мне понравилось. Мне тоже очень понравилось. Конец-то мы закончили. Ура, нас отпустили на 10 минут раньше. Выглядело ужасно. Отдирать надо от ресниц. Вот так вот она водостойкая и ужасная. Никогда вы жителей не покупаете. Переехали мы Ксюше. Она тут разбирает свою косметику. И это вообще еще не все. Крема. А я тут ем борщ. Ему мне гнобить за это. Вау. Рим. Губки. Какие совершенно. Губки бантиком, бровки домиком. Похож на маленького каи-дженера. Натуральный си-си-крем, который производится... Да все, давай сводч сделай. Сводч, в смысле, я расскажу про мой продукт. Который подстраивается под любой индивидуальный тип и цвет кожи. Трогая си-си-си-тарья. Блин, ну красиво вообще. Вау. С кружками. Доброе утро. Я вчера вообще не успела записать, как я пришла домой и легла спать. Потому что я искупалась и просто легла спать. Сейчас по-быстрому сделаю котлеты. Сама. С гречкой. И потом поеду Ксюша с Евой. Потому что Ева сейчас будет красить волосы в красный цвет. Очень хочется увидеть. Приехала уже Ксюша с Евой. Они еще даже краску не купили. Показываю еду вот эту. Не успела тут показать гречку с котлетами. Ну, думаю, вы представляете, как все выглядит. Я ем противно. Нет? Это моя. Ну, на она. Сейчас мне Ксюша готовит пудинг с именами чья. И никогда не пробовала. Вкусно. Да, я пробовала с именами чья, но мне кажется, получится так, как я и думаю. Ну, просто так вкусно выглядит все. Хочется, что мне Ксюша сделала. Пробуем. Вкусно, нормально. Я больше не буду это. Я говно. Я очень на ничтожество. Так стоять. Ветер наисильнейший. Мы идем в улыбку радуги. Как холодно. Кстати, очень часто вижу такой сухой шампунь для волос. Мне очень интересно, почему они все его рекомендуют. И чем он лучше, чем, например, от Невея. Если знаете, напишите в комментариях. Вот такой вот. Последний остался один. Для тебя. Для меня, реально. Для меня посмотреть. На этом моменте Ксюша тоже решил выбрать себе краску для того, чтобы подкрасить свои белые прядки. Мы выбрали первую. Спойлер. Она ей не подошла. Ну, первая, мне кажется. Вот эта? Нет, да, вот эта. Вот эта? Эта? Да. Возьмематель был случай. Опять вижу Бебета. Вау. Ой. Мне очень интересно, они вкусные или нет, вот этот вот вариант. Я купила себе вот такую краску. Я решила поэкспериментировать, честно скажу, потому что, ну, мне надоели скучные будние дни, поэтому... Ардинальные изменения, так сказать. В общем, эти мармеладки Бебета последнее говно из говна. Это похоже на какие-то самые дешевые конфеты в шоколаде и в них желейка. Боже, кто это купил? Мне кажется, это очень вкусно. Красненькая, наверное, с кокосом. Зеленая с вот этой штукой, я забыла, как она называется. Оранжевая с манго, а желтая с персиком. Очень понравилась. Да, либо такой вот. Тут уже подушечки непонятные. Жвачка. Тут есть салонаса, а есть с апельсинь. Ну, честно, жвачки такие посредственные, но, в общем, я бы это еще раз купила, потому что, ну, это так вкусно. Все, мы покрасили его. Лучше бы мы этого не делали. Просто у него все рыжие. Подождало наше время. Говорили. Вот что, деширак. Добро пожаловать в самый люксовый салон в Москве, который находится на Краиньке, но это не значит, что он плохой. Нет, здесь используются только самые люксовые ингредиенты. Такие интересные мастера. Своего дела. Своего дела. Ну, тут как бы, если людям не понравится, ты просто им говоришь, будьте добрее. Покажечка. Приятный цветик. Вчера я забыла сделать гимнастику для спины, поэтому сейчас мы будем делать усиленную версию. То есть смотреть просто две части и выполнять все это. Я сегодня... О, у меня есть коврик. Коврика нет. Ксюша мне сказала, что он у нее есть. Теперь, оказывается, и нет. Я буду заниматься на этом. Она меня ударила вешалкой. Просто... Ну, вы ударяете вешалкой кого-то. Всем доброе утро. Я ударился об стенку вчера два раза. Сейчас я еще один раз ударилась, у меня закружилась голова. И я думаю, нужно ли мне ехать в трампфункт. Слава богу, прошло полчаса, и все стало более-менее нормально. Да, хорошо. Сейчас мы едем там, где проживутся панкейки. Я забыла, как называется это кафе. Холли что-то там. Ксюша, я уже здесь была. Вот такие вот сладости мы взяли. На самом деле, все вот эти панкейки, они очень похожи на взбитую яичницу, на взбитый омлет. Ну, более-менее. Вот сейчас мне придет с креветкой и с яйцом пашот. Мне понравится. А так... Ну вот, попробуй сейчас. Мил, сейчас, подожди. Слишком мягкий, нет? Не очень, да? Обычно, самое обыкновенное. Ничего необычного абсолютно. Просто красиво. Это самый обычный молочный коктейль, а это очень похоже на клубничное мороженое. Что еще нам принесли? Нам дали вот эти штучки и сказали, если мы их вырежем, то нужно прийти за подарком. Сейчас я попробую. Тут есть кружочек, есть звездочка. Наверное, и все. А, сердечко вон еще. Все, я это и сделала. Сейчас их надо вроде отметить в истории в инстаграме, об этом я сначала никто не сказал. Вот, а потом мне дадут подарок. Какой-то чизкейк. Вот такой вот кусок хлеба. На самом деле, очень вкусный чизкейк. Ну да, это похоже на чизкейк или на манник. Манник я просто никуда не пробовала. Мне девочка написала, что очень похоже на манник. И да, за бесплатный это вообще офигенно. Дают за то, что я старалась и разрезала весь язык. Приехала я домой. Здесь кружочек пива из еды. Вот такой вот гороховый суп. Очень вкусный. Вишню. Единственный хлеб, который там был, это бородишный черный. Две упаковки гречки с курицей. Борщ. Шампиньон де пари. Морковку. Вернель по скидке. Два салатика оливье. И мой самый любимый йогурт чудо. Как вы поняли, сегодня я готовить не буду. Всем на 8 доброе утро. Всем вечера. Я все время смотрела аниме. И уснула только в 8 утра. Мне завтра в универ учить английский. У меня на это была целая неделя. Вот помните? В понедельник. И я так и начинала это делать. У меня есть сладкое только вафли. Ем вафли. Состояние непонятное. Как будто я все упустила. Решила пожарить картошку. Хочу делать ее очень золотистой. Получится или нет, узнаем сейчас. Блин, да, она получилась достаточно золотистой. Посмотрите, даже красиво. Без мяса, потому что не хочу мяса. Всем приятного вечера и хорошего аппетита. Заморозились мои фрукты. Сейчас я все это съем и буду делать упражнение для спины. Опять усиленную версию, потому что вчера я не сделала. И моя спина, кстати, уже начинает... Ну, не то, что побаливать, а появляются опять вот эти боли, которые я испытывала до того, как вообще начала, в принципе, делать эту зарядку. Если у вас тоже болит спина, то попробуйте... Вот когда вы сидите, вы должны ставить руки параллельно друг к другу. Там есть, писать. Не так вот, чтобы вот так или вот так вот сидеть. От этого тоже очень сильно болит спина. Я, если честно, этого не знала, поэтому говорю об этом вам. Если вам кажется, что время идет слишком быстро, то просто начните заниматься спортом.